На Алтайскую Масленицу едут со всего мира. Со всей России, конечно, безусловно, а еще из Казахстана, Монголии, Германии, Франции и Греции. Мы первый раз из Греции приехали на Алтай и находимся под огромным впечатлением. Нам очень понравилось и вообще не могли себе даже представить, что вы с таким размахом празднуете нашу Масленицу. Тысячи восторженных отзывов в сети. Еще бы! В этом году гости фестиваля съели и выпили по подсчетам организаторов 10 тысяч блинов. 10 тысяч литров чая. Тонну шашлыка. Всего на подворье приехало около 30 тысяч человек. Блины фаршированные с сыром и колбасой. Очень вкусные. Разогреешь в микроволновочке, сыр расплавится. Вкусно вообще! Угощайтесь! Ну у вас, конечно, интереснее, потому что у вас много народу здесь больше. А узнали мы это. Мы сюда поехали как экскурсия у нас. Как называется? На экскурсии приехали. Приехали на автобус на экскурсии. Вот у нас вон там автобус стоит маленький. У нас где-то 25 человек, 30 человек. Все мы здесь сходим. Сейчас мы после праздника поедем дальше туда, где Лебединое озеро. В открытии фестиваля приняли участие губернатор Виктор Томенко и полпредпрезидента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. Глава региона, впервые испекший блины на Сибирской масленице в прошлом году, снова примерил фартук блинопека. Первый блин! Все у нас получилось! Приезжают именно в туристических целях. Насладиться нашей природой, познакомиться с нашими традициями, поучаствовать. А те, кто приезжает не первый и не второй раз, приезжают для того, чтобы просто их поддержать и быть частью нашей общей культуры, наверное, так это стоит сказать. На трибунах масленичного ипподрома «Аншлаг». В программе конно-спортивных соревнований 10 номинаций. Размеры призов от 50 до 300 тысяч рублей. Максимальный куш можно сорвать в заезде русских троек. Самый последний забег будет как раз для рабочих троек и будет для лошадок в русской упряжи. Это наши деревенские лошади, которые есть там. Есть лошади, которые там по 50 километров едут для того, чтобы здесь выступить. Ну, во-первых, нужно тренироваться долго и упорно. Ну и должна быть классная лошадь. Он боец. Он истинный боец. Он сделал все по максимуму. Особенностью фестиваля в этом году стала реконструкция народной потехи взятия снежного городка. Эскиз для него создала новосибирская художница Наталья Поспелова. На строительство крепости ушло около 700 кубометров снега. Постановкой кулачных боев занимались каскадеры из Тольятти. Участие приняли больше сотни актеров и студентов из Бийска и Барнаула. Не уступил по зрелищности крепости 11-метровый масленичный столб. Заявку на участие подали 118 человек. Попробовать свои силы, согласно жребию, успели 28 из них. Самым быстрым столболазом стал Виктор Семенов. Его рекорд 39 секунд. Самым везучим Александр Бледный. Он выиграл главный приз конкурса «Электроскутер». Перекреститься и воды святой попить. Масленица – это праздник мой, самый любимый. Дальше больше. Конкурс креативных саней, масленичная почта, конкурсы «Моя родословная» и русский костюм. Зафиналили праздник традиционно с сжиганием чучела и концертом питерской группы «Отавайо». Елена Хорошавцева, Анатолий Коваленко, Дмитрий Козерлыга. Новости.